Новогодний сюрприз от компании Siberian Wellness. Ноябрь и декабрь 2023. Врываемся в 2024 год. Привет, на связи Динара Смирецкая, сапфировый бизнес-лидер компании Siberian Wellness. И сегодня я быстренько расскажу о новогодней акции от компании «Новогодний рейс 2024». Итак, рассказываю, в чем же заключается эта акция. В течение двух месяцев, в ноябре и декабре, ты, партнер компании Siberian Wellness, неважно, старичок или новичок, должен привлекать новых клиентов и партнеров к себе в первую линию. И по итогу этих двух месяцев ты можешь получить супер-бонус продукцию от компании на 20 тысяч рублей всего лишь за 2024 рубля. Представляешь, это же какая-то скидка, 90%. Боже мой, я уже хочу, я уже бегу. Взлетаем в 2024. Итак, приглашай в команду новых клиентов и партнеров в ноябре и в декабре. Выполняй 2024. Сейчас об этом подробнее буду рассказывать. Бала суммарно на активности новых участников твоей команды за два месяца. Немножко легче. И забирай под елкой свой подарок. Набор продуктов компании стоимостью 20 тысяч рублей всего лишь за 2024 рубля. А наполнение набора ты определяешь сам. Представленный набор на картинке является ориентировочным. У нас тут представлены самые дорогие продукты компании. Как ты понимаешь, а если набрать недорогими продуктами, это просто можно обеспечить всю семью БАДами, витаминками, минералами, косметикой, к примеру. То есть кто что пожелает. Итак, подробнее раскрываю условия. Есть вот такая кнопочка детализации. Она у нас пока не работает, потому что на дворе только 4 ноября. Совсем скоро эта кнопочка обновится. Она заработает. Нажимая на эту кнопочку, будет высвечиваться детализация вашей команды. И вы будете четко видеть, как вы идете по этой потрясающей акции «Новогодний рейс». Поэтому то, что я вам сейчас расскажу, для общего образования, чтобы вы в целом знали, как действует эта акция, но в расчетах, можете не заморачиваться, не считать, я вам расскажу, как проще понять и достигнуть, сделать, выполнить все условия этой акции, чтобы поставить перед собой цели на два этих предновогодних месяца. Итак, поехали. Какой период действия акции? С 1 ноября по 31 декабря. Кто может участвовать в акции? Все бизнес-партнеры любого уровня ведения бизнеса. То есть, представляете, даже если ваш клиент, старичок или новичок в ноябре перейдет в бизнес-партнеры, он также сможет участвовать в этой акции. Для победы в акции необходимо удержать на зафиксированном показателе или увеличить суммарное ЭЛО действующих ПК и БП, зарегистрированных до 1 ноября 2023 года, в ноябре и в декабре. Среднемесячное суммарное ЭЛО первой линии рассчитывается как среднее арифметическое значение ЭЛО всех ПК и БП первой линии помесячно за период с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года. Для бизнес-партнеров, зарегистрированных в компании менее 12 месяцев, среднемесячная суммарная ЭЛО первой линии рассчитывается за период с месяца регистрации по 31 октября. О, Господи, выдохнуть. Так, забили на эти все фразы, объясняю. Короче говоря, ребят, акция заключается в чем? Чтобы вы привлекали новых клиентов и партнеров в ноябре и в декабре с активностью, и желательно люди, которые привлеклись в ноябре, чтобы они эту активность держали в декабре тоже. А ваши постоянные клиенты и партнеры именно первой линии внимания делали тот же товарооборот, что они делали вот за предыдущий год или за предыдущие месяцы, если вы зарегистрировались, к примеру, совсем недавно. Я думаю, теперь стало более-менее понятно. Короче говоря, еще раз, если непонятно, вот по этой кнопочке детализации вы увидите это число, среднеарифметическое суммарное ЭЛО вашей первой линии за последний год. Вот, значит, непосредственно главное условие, непосредственно главное условие акции. За ноябрь-декабрь выполнить суммарный прирост на активности новых клиентов и партнеров, зарегистрированных в первую линию в период с 1 ноября по 31 декабря, не менее 2024 балла к среднемесячному суммарному ЭЛО первой линии ПК и БП, зарегистрированных до 1 ноября, изменивших статус в период проведения акции, учитываются в суммарном ЭЛО действующей первой линии. Их активность на суммарный прирост новых ПК и БП не влияет. То есть, смотрите, ребят, если у вас был клиент, и он перешел в ноябре в партнеры, то его активность все равно учитывается в среднеарифметическом личном товарообороте вашей первой линии. Баллы партнеров, которые перешли из клиентов, из клиентов-старичков, они не учитываются вот в этом приросте 2024. Вот об этом здесь говорит компания. Это надо четко понимать. То есть, вот в этом приросте, необходимом приросте на 2024 балла должны учитываться баллы только клиентов и партнеров ноября, новичков ноября и декабря. Если клиент у вас зарегистрировался в октябре, в сентябре, летом, неважно когда, и он в ноябре перешел в партнерку, он не будет учитываться в этой акции. Точнее, в суммации на прирост. То есть, вот в этом приросте, необходимом по условиям акции, этот человек учитываться не будет. Вот, что я хотела объяснить. По поводу среднемесячного суммарного ЭЛО первой линии, я это объясняла в своем прошлом видео, когда объясняла акцию Recruit Time. Помните, там такое условие тоже было, вот оно остается прежним. То есть, есть личный оборот ваш и вашей первой линии всех клиентов и всех партнеров. Их личный товарооборот. То есть, если у вашего лидера есть команда, и ваш лидер является бизнес-профи, бизнес-лидер, ВТ-10 тысяч, здесь учитывается только его чистое ЭЛО. Чистое ЭЛО, проведенное с его личного кабинета. Это важно понимать. И вот все личные обороты ваших партнеров и клиентов первой линии компания берет, суммирует, смотрит показатели всех этих сумм за крайний год или за тот период, с какого момента вы зарегистрировались в компанию и делит на соответствующее количество месяцев. На 12, если за последний год, или на то количество месяцев, которые вы зарегистрированы в компании Cyber & Wellness. Тем самым вычисляется среднеарифметическое значение. И вот это значение, оно не должно падать. То есть ваши и клиенты, и партнеры, и лидеры, старички первой линии должны держать свою активность по среднеарифметическому значению. Это крайне важно. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы не было мух лежа со стороны некоторых личностей, если вы к ним относитесь, конечно. Ну, грубо говоря, чтобы вы контракты там своих родственников, я это говорю условно, не терминировали и не регистрировали их заново. Вот такое дело не пройдет, потому что нужно, чтобы и старые контракты держали свою активность, и приходили новые контракты. Поэтому, друзья, лучше не чудить, не обманывать компанию. Условия очень правильно продуманы и прописаны. Так что спасибо Cyber & Wellness за честность. Итак, поехали дальше. За ноябрь-декабрь выполнить суммарный прирост на активности новых клиентов и партнеров, зарегистрированных в первую линию в период с 1 ноября по 31 декабря. В первую линию, ребят, должны быть зарегистрированы клиенты и партнеры. Не менее 2024 балла к среднемесячному суммарному ИЛО первой линии. Вот, ребят, чтобы было легче понять эту акцию, смотрите, как я говорю своей команде. Поставить цель в ноябре привлечь 5 клиентов или партнеров на Клуб 200. И в декабре привлечь 5 партнеров или клиентов на Клуб 200. Итого, у тебя новички ноября 5 человек делают 200 баллов. В декабре они же также делают по 200 баллов, потому что они держат, продолжают держать Клуб 200. И плюс еще в декабре приходят 5 человек на Клуб 200. И тогда акция выполняется, условия акции выполняются, но при условии, что твои клиенты и партнеры-старички нормально держат твою активность. Вот чтобы понять, держат ли свою активность партнеры и клиенты-старички, нужна эта кнопочка детализации, чтобы не заморачиваться. Но у тебя должна быть четкая цель, четкая цель, прописанная желательно на бумаге. В ноябре 5 новичков на Клуб 200, которые продолжат его держать в декабре, и в декабре 5 новичков на Клуб 200. Вот так вот будет легче понимать эту акцию. Все остальное ты узнаешь по кнопке детализации. Но если тебе не терпится, давай разбирать расчеты. Итак, поехали. Суммарный прирост рассчитывается по следующей формуле. Прирост ноября плюс прирост декабря. Должно быть больше или равно 2024. Суммарная активность новичков ноября в ноябре и в декабре. То есть, еще раз повторюсь, 5 новичков на 200 баллов, которые продолжают их держать в декабре, и 5 новичков в декабре на 200 баллов. Поняли, да? Поняли, да? И все будет чики-пуки. Суммарная активность новичков ноября в ноябре и декабре плюс суммарная активность новичков декабря в декабре. Что непонятного? Итого 2024. Итак, прирост ноября – это суммарный личный оборот новых клиентов и партнеров ноября первой линии, плюс суммарный личный оборот действующих клиентов и партнеров в ноябре, минус зафиксированный среднемесячный суммарный личный оборот первой линии. Вы запутались? О чем это говорит? О том, что я сейчас сказала. Мухлевать не получится. То есть нужно, чтобы и клиенты, и партнеры, старички вашей первой линии также были активными, как они в среднем были активны за крайний год. Вот и все. Прирост декабря, как будет рассчитан? Суммарный личный товарооборот новых клиентов и партнеров ноября, плюс новых клиентов и партнеров декабря, плюс личный оборот всех ваших старичков первой линии в декабре, и минус вот этот зафиксированный среднемесячный суммарный личный оборот первой линии. Ну то есть что ноябрь, что декабрь будут рассчитываться одинаково. Понятно? Понятно. И потом эти два прироста суммируются и должно получиться не меньше 2024. 2024. Вот. Давайте рассмотрим на примере, потому что словами это, конечно, очень тяжело понять. Я согласна. Но еще раз, ребят, я вот это повторю еще, наверное, раз 10. Цель. 5 новичков в ноябре на Клуб 200 или, окей, сколько это? 20 клиентов на программу постоянства. Why not? 20 клиентов на 50 баллов. Пожалуйста, так тоже можно. То есть в голове держим 20 клиентов на программу постоянства или 5 партнеров на Клуб 200. Why not? То же самое в декабре. Или 20 клиентов на программу постоянства или 5 партнеров на Клуб 200. И тогда все будет отлично. Ну и ваши старички, клиенты, партнеры, все должны быть активными. Вот и все. Как бы. Так, ладно, давайте примеры разберем. Зафиксированный средний суммарный личный оборот первой линии, к примеру, 900 баллов у вас. К примеру, зафиксированный. То есть это что означает? К примеру, человек пришел в мае к нам в компанию. У него в мае была сумма личного оборота первой линии, к примеру, 700. В июне 1200, в июле 900, в августе 1100, в сентябре 1500, а в октябре, я не знаю, 600 баллов. И вот компания суммировала все эти суммарные личные товарообороты первой линии этого человека, разделила на 6, потому что 6 месяцев пребывания в компании, и вот получила 900 баллов, к примеру. А суммарный личный оборот действующих партнеров первой линии составил 1200 баллов в ноябре. Вот в ноябре они же сделали 1200 баллов действующие партнеры. Суммарный личный оборот новых клиентов и партнеров в ноябре составил 1000 баллов. Что произошло в декабре? Что суммарный личный оборот действующих клиентов и партнеров первой линии 700 баллов. Суммарный личный оборот клиентов и партнеров в ноябре 800 баллов, но уже в декабре. То есть вот они в ноябре сделали, к примеру, 1000, а в декабре 800. И появились еще новые клиенты и партнеры декабря, и сумма их LO в декабре, потому что мы сейчас про декабрь говорим, составила 600. Как будет происходить сумма? Смотрим. Суммарный прирост как будет рассчитан? 1200, то есть личный оборот первой линии старичков ноября, плюс 1000, личный оборот новичков ноября, старичков ноября 1200 и новичков ноября 1000. И что надо вычесть? За фиксированный средний суммарный LO первой линии за крайний год работы или за то количество месяцев, сколько вы находитесь в Siberian Wellness, если вы пришли в течение крайнего года. Дальше плюс. Это мы посчитали ноябрь. Что будет в декабре? Это личный оборот старичков в декабре. Это личный оборот новичков ноября в декабре. Сейчас кто-то точно в комментариях напишет, проверьте слух, проверьте речь, проверьте еще что-нибудь. Ребят, не для вас, вы отписывайтесь, давайте идите. Дальше. Суммарный LO новичков уже декабря, то есть еще раз. Сумма LO старичков. Сумма LO новичков ноября в декабре. Сумма LO новичков декабря в декабре. И снова минус вот эти 900 зафиксированы средне-суммарное LO первой линии. Итого 2 500. Вы выиграли. То есть вот даже по этим числам вы можете видеть. Тысяча пять раз по 200 баллов. 800 держат те же самые свои 200 баллов, но кто-то вдруг неожиданно отпал. А тут даже три новичка на 200 баллов сгодится. И вот при таком раскладе, да, если старички кое-как работают, так сказать, на 1200 и 700 баллов эти два месяца. И средний зафиксированный суммарный LO за крайний год не такой уж, чтобы большой, формула заканчивается для нас с вами приотличненько. И мы выигрываем эту программу. Значит, суммарный прирост 2 500. Суммарная активность новичков ноября и декабря рассчитывается как 1000 плюс 800 плюс 600. Но это так, для вашего понимания, да. Вот она суммарная активность. То есть новички ноября пришли и сделали в ноябре 1000 баллов. Они же в декабре сделали 800 баллов, и новички декабря в декабре сделали 600 баллов. То есть новички ноября, их личный оборот будет суммироваться и за ноябрь, и за декабрь. А у новичков декабря только декабрь. Поэтому, поняли, да, побольше привлекаем новичков в ноябре. И желательно на клуб 200, друзья мои. Я думаю, это понятно из этой формулы. Условия акции выполнены. За два месяца суммарный прирост составил 2 500. При этом активность ноября и декабря более 2024 баллов. То есть активность новых ПК и БП более 2024 балла. И суммарный прирост в целом по команде составил 2 500 баллов. Это тоже круто, это тоже хорошо. Я надеюсь, это все понятненько. Пример 2. Давайте второй пример рассмотрим, если совсем вам непонятно. У кого-то зафиксированный средний суммарный личный оборот первой линии, то есть зафиксированный среднеарифметический показатель личного оборота старичков за крайний год работы. 1 500. Именно первой линии, ребят, первой линии. Глубину сейчас не рассматриваем. Итак, в ноябре. Значит, суммарный личный оборот действующих партнеров первой линии – 1000 баллов. Суммарный личный оборот клиентов и партнеров – 800 новых, ноябрьских, пришедших в ноябре. Они сделали 800. В декабре. Личный оборот старичков первой линии – 1300. Суммарный личный оборот клиентов и партнеров, пришедших в ноябре, но в декабре – 1000. И суммарный личный оборот новичков и клиентов и партнеров в декабре – 750. Какая получается формула? Смотрим. Личный оборот старичков в ноябре плюс личный оборот новичков в ноябре минус зафиксированный личный оборот за крайний год. Это ноябрь. Вот эта скобочка – это ноябрь. Следующая скобочка – это декабрь. Сумма личного оборота старичков в декабре. Сумма личного оборота новичков в ноябре в декабре. Сумма личного оборота новичков в декабре в декабре. И минус зафиксированный среднесуммарный ЛО первой линии за последний год работы. Итого – 1850. Все. Аляулю, паси гусей. Невыполненные условия. Здесь должно быть больше, чем 2024. Строго. Строго. 2024. Но вот суммарная активность новичков в ноябре вроде бы проходит по условиям акции. Посмотрите. Новички в ноябре сделали 800. Те же самые новички в ноябре в декабре сделали 1000. А новички в декабре сделали 750. И казалось бы, 2550. Вау, вау, я победитель. Со старичками-то ты не поработал. Со старичками ты поработал плохо. И они просели. В ноябре сделали 1000. А в декабре – 1300. А они должны были сделать как минимум 1500, чтобы все было хорошо по этой акции. Понятно? Вот посмотри на первый пример. Посмотри на первый пример. Старички здесь сделали 1200. То есть сделали больше, чем средний арифметический. Да, в декабре они сделали меньше, чем средний арифметический. Но зато в ноябре они молодцы, бомбанули. И за счет этого все получилось по формуле. А вот здесь, во втором примере, старички не молодцы. Они очень сильно просели по сравнению с зафиксированным средним суммарным показателем. Именно поэтому формула не сложилась. Не получилось, не сложилось. Условия акции не выполнены. Несмотря на то, что суммарная активность новичков 2550, да, казалось бы, ты молодец, и привлек, и они купили, и Клуб 200, и программа постоянства. Но в целом суммарный прирост первой линии составил меньше, чем 2024 балла. Все, условия не выполнены. Обидно, обидно. То есть, смотрите, ребят, легче всего отследить вот эту суммарную активность новичков ноября и декабря. Это проще всего. Просто в тетрадку записывай всех своих новичков и ноября, и декабря. И считай их баллы, которые они сделали и в ноябре, и в декабре. А вот уже всякие средне зафиксированные просто будешь смотреть по детализации, которая у нас вскоре здесь появится для каждого партнера. Давай рассмотрим третий пример. Ну, давай, на всякий случай, если вот совсем непонятно. Третий пример. Зафиксированные средне суммарные ЭЛО старичков первой линии. 200 баллов всего лишь. К примеру, мы сейчас говорим о новичке-партнере, относительном новичке. В ноябре приходят новички в первую линию, или их личный оборот, сумма их личного оборота составляет 600 баллов. А старички вдруг резко вместо 200 делают 1200 баллов в ноябре. В декабре те же самые старички делают 1000 баллов. Новички ноября в декабре делают 500 баллов. А новички декабря в декабре делают 400 баллов. Считаем, что получается в этом случае. Спойлер. Старички хорошо поработали, а новички не очень. Поэтому в нашем бизнесе важен баланс. Да, работай на рекрутинг, но о старичков не забывай. Итак, суммарный прирост. Зафиксированный. Сумма личного оборота старичков в ноябре. Сумма личного оборота новичков в ноябре минус зафиксированный средний. Это ноябрь. Следующая скобочка декабрь. Старички постарались. Новички ноября постарались. Новички декабря постарались. Минус, опять же, зафиксированный. Я уже не буду тут произносить постоянно, что первая линия. Да, ребята, уже заучили, а то я как попугай. 3.300, и вы такие, о, я выиграл, я выиграл. Но, непонимание, акция оценивается по двум показателям. По двум, за этим надо обязательно следить. А вот суммарная активность новичков 600, 500, 400, полторы. Акция снова не выполнена. А тут уже наоборот, несмотря на то, что суммарный прирост команды составил 3.300, ну, не командой, а первой линией вашей. Но, к сожалению, суммарная активность новичков ноября и декабря меньше 2024. Можно плакать. Новый год не задался. Я надеюсь, теперь понятно, как считается вот это вот все дело. Но говорю, ребят, все это в голове, не нужно держать, не нужно считать. Зафиксированный среднесуммарный ЛО первой линии, он отобразится у вас в детализации. В детализации. Вот и все. И там же в детализации компания будет в течение месяца показывать, сколько баллов делает ваша первая линия. То есть вы, к сожалению, зайдя в приложение BackOffice, это никак посмотреть не можете. Вы это сможете посмотреть и фиксировать, и понимать только через вот эту кнопку детализации. Она самая важная. Поэтому даже если вот сейчас то, что я вам тут наговорила в этих трех примерах, вам вообще никак не понятно, забейте. Просто нажимайте регулярно на эту кнопку детализации, чтобы смотреть, как выполняют личный, как держат личный оборот ваши старички первой линии по сравнению с зафиксированным среднеарифметическим значением, которое также будет в отдельном столбике указано. Все. И ваша задача, еще раз, ноябрь новички, 20 человек на программу постоянства или 5 человек на Клуб 200, эти же люди должны эти же баллы держать в декабре, и в декабре вы привлекаете новых клиентов и партнеров, либо 5 человек на Клуб 200, либо 20 человек на программу постоянства. Ну, там не 20, там с запасом надо 21, да, чтобы вот этот хвостик 24 соблюсти. Но, опять же, в детализации вы также это будете видеть. Так что не переживайте. Давайте последнее дочитаем, чтобы уж я была спокойна. Как и когда можно будет получить свой бонус? Бонусный набор будет начислен победителем акции 5 января. У нас, кстати, все бонусы начисляются до 5 числа месяца. Клуб 200, Клуб 1000 звезды. То есть все начисляется вплоть до 5 января. У меня, почему говорю, у меня новички часто пытаются 1 числа найти значок Клуба 200 и не находят. Да, он начисляется чуть-чуть попозже. Срок действия бонусного набора 31 января. То есть, смотрите, ребят, бонусный набор на 20 тысяч рублей надо взять в течение января месяца. Да. Вы скажете, ой, мне не нужно столько продукта. Ребят, я могу на 40 тысяч взять семье. Бывало такое. Виновно. Потому что у меня и мама, и папа, и сестра, и муж, и дети все сидят на нашем продукте. Поэтому для меня 20 тысяч. Легко. Премиальный продукт наберите себе. Ну, кайфаните один раз в жизни. Кайфаните от премиум наборов. Просто будете пить и думать, боже, какая я королева. Ту же самую бионетику возьмите. Пусть ваша кожа порадуется в честь Нового года и поблагодарит вас за то, какой вы крутой партнер Сайберин Велна, что смогли такую акцию выиграть от компании. Итак, если набор использован не полностью, прокуплен не полностью, он сгорает по итогу января. Это понятно. Какие продукты можно получить? Любые баловые продукты на сумму бонусного набора. Это так же, как в любых наших программах. Баллы и кэшбэк от стоимости набора не начисляются. Тоже это, по-моему, понятно. Можно ли получить денежную компенсацию? Замена бонуса денежной компенсации, а также передача бонуса третьим лицам не предусмотрена. Ноу-ноу, не можно. Можно ли одновременно получить бонусный набор по акции и набор по Клуб 200? Ребята, вот тут внимание. Вот тут внимание. Вот это важное замечание. Одновременно получить и использовать два набора нельзя. То есть партнеры, выигравшие акцию «Новогодний рейс», вам будет начислен только вот этот вот бонус на 20 тысяч рублей. Бонус по Клубу 200 в этот месяц начисляться вам не будет. Дед, если участник акции одновременно является участником Клуб 200, то по умолчанию первым начисляется большой бонус, то есть набор по акции «Новогодний рейс». Внимание! После его использования... Это для тех, кто там начал материться и ругаться на той стороне экрана. Внимание! Подождите, я еще не до конца прочитала. После его использования, оформления и получения заказа с набором по акции, участнику Клуб 200, внимание, необходимо самостоятельно активировать клубный набор в детализации на странице программы Клуб 200. Ребят, мы самостоятельно активируем какие наборы? По Клубу 1000. Вот в январе будет то же самое, если вы идете по Клубу 200, то есть если вы зарегистрированы в компании, получается... Сейчас заображу. С июля месяца. То есть если вы зарегистрированы в компании с июля месяца, июля, август, сентябрь, октябрь, неважно, когда вы пришли в компанию, даже в ноябре, то если вы являетесь участником Клуба 200 и одновременно приняли участие в этой акции «Новогодний рейс», и она у вас выполняется по умолчанию, то в личном кабинете появится значок активации «Новогоднего рейса», вы просто его как Клуб 200 активируете, вот эта корзина отдельного пакета появляется, вы туда набираете продукт. Набрали продукт, все, проплатили доставочку, забрали, и после этого у вас значок 200 не появится автоматически, если вы идете по Клубу 200. Вам его нужно будет самостоятельно активировать в бэк-офисе Incentive Programs, Клуб 200, 28-й бизнес-год, там активация, наверное, как-то это будет помечено. Короче, как Клуб 1000, кто меня из старичков смотрит, подскажите своим новичкам, я думаю, все будет понятно. Вот это очень важное замечание. То есть новогодний рейс, он не пожирает Клуб 200, это кайф! Его просто отдельно нужно будет активировать, вот и все. Компания мечта. Если будет выполнен двойной-тройной прирост, какой набор получит участник акции? Сумма бонусного набора является фиксированной, дорогие мои, извините, не наглейте. Один участник акции может получить только один бонусный набор вне зависимости от величины выполненного прироста. Я считаю, все правильно. Фух, завершай 2023 красиво и открывай новые горизонты в 2024. Я все сказал, я все рассказал, я все объяснил. Совесть моя чиста. Друзья, кто ничего не понял, кнопка детализации вас спасет. 5 новичков ноября на Клуб 200, 5 новичков декабря на Клуб 200 или по 20 клиентов на программу постоянства и в ноябре, и в декабре. Личная активность естественная, она никуда не девалась, желательно 200 баллов, и будет вам счастье. Все будет прекрасно и хорошо. А что вы смотрите? Всем пока-пока. Надеюсь, была интересна и полезна. На связи была Динара Смирецкая, сапфировый бизнес-лидер компании Siberian Wellness. Но вопросики в комментариях к этому видео, как вы понимаете, никто не отменял. Пишите, постараюсь ответить, как смогу. Сама эту акцию еле-еле поняла. Господи. Динара Смирецкая,